Давно ли вы координатор? С 2012 года. Какое у вас образование, опыт? Юридическое. А почему юрист проверяет дороги? Вы в этом что-то понимаете? Потому что это партийный контроль. Вот при таких случаях, как вот сегодня, мы приглашаем независимых экспертов. Берем с собой дорожную лабораторию. Как правило, мы еще делаем вырубки. А так только у нас визуальный осмотр. Смотрим, чтобы соблюдались сроки. Смотрим, что рабочие работают. Все, что мы можем сделать своими силами в рамках партийного контроля, мы это делаем. А вы будете рекомендовать, чтобы, как сказали, чтобы это был просто первый свой, а чтобы потом нашли финансирование и второй? Обязательно. Мы выступим обязательно с обращением. Сегодня же постараемся в письменном виде от партии, для того, чтобы были изысканы средства. Но опять же, это все остается на усмотрении, к сожалению, администрации. Здесь, как бы, будет же ранжирование идет. Мы сегодня с вами видим, что, например, нам необходим второй слой. Но я уверен в том, что в городе есть дороги с еще худшими состояниями, где хотя бы такой же слой требуется. Поэтому здесь вот надо вот это все взвесить и правильно принять решение. Что я, в общем-то, чем администрация занимается. Не подумайте, что они там просто сидят и от ничего делать. Там, а, давай вот там одним слоем или двумя слоями, а кому-то нет. Тут вот определенная идет система противовесов. Ваши слова, получается, координатор безопасной дороги Единой России ничем не отличается от обычного жителя. Профильного образования и опыта работы дорожных нет. И чем ваш сегодняшний контроль от наблюдения наших жителей отличается? Для того, чтобы мы отличались чем-то сегодня, мы пригласили профессора, пригласили независимую лабораторию, для того, чтобы дать точную оценку этой ситуации сложившейся. А вот как вы их пригласили? Разве я не правильно сейчас сказал? Вы меня начинаете опять в плане к тому, что я, да, я не профессионал в этом роде, поэтому сегодня приглашены специальные люди, которые... Вы не профессор, который уже ранее дал его же учебное заведение, университет. Сергей Юрьевич, Сан Саныч не имеет же отношения к... У нас вот это директор, это компания, которая давала экспертизу, а Сан Саныч это у нас... Экспертиза не ваша была, да? Нет, экспертиза была его, а вот это вот независимые эксперты, которые... Те, которые в лаборатории, это именито. То есть вот эта лаборатория сегодня проверила, только уклон нужно проверить. Мы сейчас спросим, давайте, конкретно, что они проверили еще раз, для того, чтобы... Сан Саныч, будьте добры, еще раз два слова нам, что проверили, какое мы дадим с вами заключение. Окончательное заключение мы сможем дать только после обработки. Каким параметрам? Профиль дороги. Ровно, что это значит? Перепады. Ну, вот эти углубления... О чем вот говорят, да? Есть ли нарушения? Да ну нет, я так вот нагласно вижу. Сегодня, чтобы понять, понятно, что вы изначально знали, что не было финансирования тех заданий, и заключение соответствует тех заданию. Вот какой все-таки смысл сегодня собрать? Ну, вот смотрите, на мой взгляд, я думаю, если бы полностью там с выравнивающим слоем, просто столько денег муниципалитет бы не собрал. И дорога находилась в том же состоянии, в котором была до ремонта. Мы это знали и до вашего приезда. Ну, вы знали, мы не знали. Приехали посмотреть, что здесь такое. Специально еще раз специалисты... Поэтому нашли какое-то компромиссное решение. Продолжение следует...